Марьянская впадина Марьянская впадина Внешне напоминавшие Камбалу Но это были, как говорится, цветочки Ягодки обнаружились позже В 1985 году Впадину обследовало научное судно Гломар Челленджер Когда вниз был спущен подводный аппарат Регистратор звуков Неожиданно стал передавать на поверхность Странные шумы Напоминающие скрежет пилы По металлу А на мониторе На мониторе появились неясные очертания Каких-то существ 12-16 метров в длину Эти существа были похожи На сказочных драконов У каждого из них было по несколько голов И хвостов Подняв конструкцию наверх Исследователи обнаружили, что прочные Стальные балки, на которых она держалась Деформированы А 20-сантиметровый трос Тоже из стали, кстати Наполовину перепилен Нечто подобное Приключилось и с немецким аппаратом Хайфиш Опустившись вместе с экипажем На глубину 7 километров Он вдруг отказался всплывать Чтобы выяснить, в чем неполадка Исследователи включили инфракрасную камеру И увидели Существо, похожее на гигантского Доисторического ящера Которая вцепилась зубами в батискаф Пришлось привести в действие Так называемую Электрическую пушку Получив разряд тока Чудище ушло в бездну Ну и наконец 26 марта 2012 года Уже в 21 веке На дно Марианского желоба Погрузился знаменитый Американский режиссер Джеймс Кэмерон Он осуществил подводное путешествие На одноместном батискафе Deep Sea Challenger Оснащенном новейшим оборудованием Кэмерону удалось взять Со дна образцы пород Из живых организмов А также провести Киносъемку 3D камерами Впоследствии эти кадры Легли в основу Научно-документального фильма Показанного на канале National Geographic Как выяснилось На дне впадины Которая считалась необитаемой Живут самые разнообразные Виды живых организмов Кроме бактерий Там водятся Беспозвоночные С хитиновым панцирем Корненожки, раки Брехоногие моллюски А также рыбы Правда, последние Поражают Своим ужасающим Внешним видом У них огромные зубы Глаза, вращающиеся В разные стороны А вместо плавников Острые шипы А еще там живут Двухметровые черви У которых отсутствуют И рот И анус Как эти живые существа Выживают на смертельной Глубине И откуда там появляются Агрессивные многоголовые Ящеры Напоминающие Сказочных драконов На эти вопросы Современная наука Пока ответить не может Это шоу Почти дома Это рубрика Знак вопроса Очередную историю Из этого цикла Слушайте в понедельник О чем буду рассказывать Пока хитро умолчу Но Уверенно Вас это заинтригует Продолжение следует...